Мы, город, в 1998 году договорились с фирмой Жак Алистон. Еще в 1998 году прилетал к нам в гости Жак Ширак. Мы были с ним в очень хороших отношениях, еще когда он был мэром Парижа. И фирма Жак Алистон, мы подготовили договор о расширении ТЭЦ-2 еще на 120 мегаватт. Должны были подписать договор. Газ поставлял Францгаз. Не Молдова Газ и не Газпром, а Францгаз сюда. Естественно, это их проблемы. Тогда мы остановились на постоянной цены 3 цента за киловатт. Уже в Европе было 5, 6, 7 центов. Только в Калифорнии, потому что мы изучали серьезно эти вопросы, не просто так. Только в Калифорнии 2 цента, доллар, цент стоило 1 киловатт. Но там электроэнергия производится за счет перегретой воды, которая добывается на 500 метров глубины. И эта вода трансформируется в электроэнергии. Это гейзерные станции. Но это очень дорогая технология. У нас тоже присутствует перегретая вода на больших глубинах. Но и тогда очень умные деятели нашего правительства, не хочу назвать фамилию, бог с ним. Там из конкретных людей, да? Да. Значит, дезинформировали президента Лучинского. И мы тогда отказались. Не мы, а правительство отказало нам в подписании этого, к сожалению, договора. А мы бы сейчас имели в Кишиневе на базе ТЭЦ-2, имели бы не 120 мегаватт, а 240 мегаватт. Что обеспечило бы город полностью электроэнергией. Продолжение следует...